У каждой женщины есть любимые цветы, которые сочетаются с ее внешностью, характером и ароматом. У Валентины Поповой это сирень и ландыши, но также и присущи роскошь розы, чистота лилия, изысканность орхидеи и царственность георгина. Профессии актера загадочные и непредсказуемые. Они привыкли жить в предлагаемых обстоятельствах, при этом не теряя энтузиазма и вдохновения. Сегодня труппа драмтеатра собралась на свой мини-спектакль «Импровизацию». Поводом для выступления стал юбилей актрисы Валентины Поповой. Их лица закрывают маски, но их голоса доносятся до именинницы. Каждая женщина в душе мечтает услышать сиренаду под своим окном. И такое неожиданное публичное признание в любви не могло не растрогать Валентину Попову. Даже в домашней обстановке она актриса, которая в любой момент может выйти к своему зрителю. Мы ей желаем блистать, оставаться всегда такой же молодой, красивой, неповторимой. Она пример для нас. Мы поклоняемся ей. И именно поэтому сегодня мы здесь хотим подарить ей прекрасное настроение с ее любимыми цветами и спеть ей волшебную сиренаду. Ее отношение к профессии – пример для молодежи. Ее погружение в образ – показатель для режиссеров. А ее секрет молодости – повод для подражания и восхищения у мужчин. Редкая актриса, которая пришла в один театр практически девушкой, юной девушкой, так до сих пор в этом театре и работает. И все боли, все неприятности этого театра проходят через ее сердце, она никогда не бывает равнодушна. Ну и, к счастью, и все радости тоже проходят с ней. Иногда даже благодаря ей успеху, творчеству. И по-настоящему такая радость в театре тоже этого лицена Сергеева. Ее актерские способности начали раскрываться в Театре юношеского творчества Тамбовского дворца пионеров. Позже Валентина Сергеевна окончила актерский факультет ГИТИСа по специальности актрисы театра и кино. На сцене Тамбовского драматического театра сыграло десятки ролей, многие из которых в виде фотографий до сих пор с трепетом хранит ее муж Сергей Иванов. Все так же молода, красива, обаятельна, очаровательна, умна к тому же еще. То есть полный букет для того, чтобы быть, скажем, не самым последним человеком в Тамбовской губернии и не только. Они познакомились на обменных гастролях. Он молодой театральный художник по свету, она ведущая актриса. Познакомились мы, собственно, в театре у расписания, возле которого находился газированный автомат. Потом я узнал, что это актриса и самая ведущая роль играет. Пошел смотреть все спектакли трупа Тамбовского театра. Свой юбилей примы Тамбовского драматического театра встречает в режиме самоизоляции. Но даже в столь непростое для творческих людей время ее коллеги дорожат любой возможностью побыть рядом с ней и подарить ей ее любимые цветы. Елена Хромова, Михаил Мальцев, Ольга Кириллова. Область новостей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.